Добрый день! С вами Светлана Вранская, автор телеграм-канала Analytics Now. Сегодня будем друг друга пугать. Если вы вобьете в строке поиска в Google фразу «Искусственный интеллект заменяет работу», вам выпадет почти 6 миллионов результатов. Примерно 80% из них неоспоримыми фактами убедят вас в том, что все пропало, и вы следующий кандидат на увольнение. Оставшиеся материалы с убедительной логикой уверят вас, что волноваться нет никаких причин. Истина как водится где-то рядом. Действительно, множество исследований уважаемых компаний, таких, например, как McKinsey Global Institute, говорят о том, что к 2030 году около 30% существующих рабочих позиций отойдут интеллектуальным роботам. В зависимости от развития событий в ближайшие 10 лет. За счет подобной роботизации от 400 до 800 миллионов рабочих мест исчезнет. 375 миллионам человек придется полностью менять свои профессиональные навыки. Вынуждены вас расстроить. То, что предрекают аналитики, происходит последние лет 5. Только раньше это называлось знакомым словом «автоматизация». А теперь, с появлением новых возможностей по сбору и обработке больших массивов данных, мы называем этот элемент искусственным интеллектом. Примеры вытеснения работ приходят ежедневно из всех стран мира. На удивление, первой страдает такая профессия, как менеджер. Да-да, я тоже раньше думала, что прежде всего под угрозой бухгалтера, водителей грузовиков и специалисты колл-центров. Оказывается, нет. Менеджер – тот человек, который должен был за чем-то или за кем-то следить. Промежуточное звено в бизнес-процессе оказывается ненужным. Среди примеров – решения на базе искусственного интеллекта в отелях, которые фиктируют отбытие постояльцев и подает сигналы горничным о необходимости и возможности уборки номеров. И интеллектуальные роботы-супервайзеры, которые сообщают водителям об отклонении с маршрута или опоздании прибытия. Правда, подобная, в кавычках, менеджерская работа искусственного интеллекта уже всколыхнула протесты профсоюзов. Некоторое время назад появились большие претензии гиганту Амазон, использующему на своих складах, в числе прочих решений, систему, которая показывает каждому сотруднику темп его работы, например, на конвейере по упаковке товаров. Показатели по лучшим темпам и постоянно заставляют сотрудника ускоряться. За счет возрастающей скорости временно перерывы у сотрудников сокращаются до минимума, если вообще остается, и многие рабочие травмируют спины и колени. Но даже без таких неприятных историй очевидно, что в роли присматривающих и контролирующих скоро повсеместно будут роботы. Что же с социальными специальностями? Кто еще под угрозой? Недавнее исследование в США, которое использовало данные по занятости населения страны с 1990 по 2007 годы, продемонстрировало, что каждый робот на тысячу рабочих мест уменьшается отношение рабочее место к населению на 0,2%. Это означает, что каждый робот, который был использован в промышленности сократил 3,3 рабочих. Уже хочется стать лудитом. Однако та же история с лудитами, да и промышленная революция в середине 20 века учит нас тому, что любое технологическое новшество, убивая некоторые профессии, обязательно создает новые специальности. А тем, кто волнуется, стоит ли уже идти переучиваться, рекомендую посетить сайт willrobottakemyjob.com. Написав в поисковой строке свою специальность, вы получите процент вероятности его подсиживания искусственным интеллектом. К примеру, вероятность замены бухгалтеров и аудиторов этот портал оценивают 94%, кассиров в 97%. Разработчиков программного обеспечения всего в 13%. Подобные сайты и списки не редкость. В списке профессий, которые нельзя будет заменить, попадают от HR-менеджеров до политиков, от священников до учителей, от психиатров до фокусников. И знаете что? Это все правда. Потому что будут пропадать не целые профессии, а конкретные люди из профессий. Согласитесь, что если учитель монотонно зачитывает вам страницы из учебника, то его довольно легко заменить искусственным интеллектом, который прочитает вам любое количество текста. А если это учитель, который прочтет вам отрывок из Пушкина так, что у вас на всю жизнь зародится любовь к российской поэзии, то никакой, даже самый сложный алгоритм не сможет смести его с преподавательской кафедры. Именно поэтому у меня хорошая новость. Специалисты, в частности научные сотрудники MIT, Массачусетского института технологий, изучающие вопрос, связанный с возможным захватом искусственным интеллектом нашей работы, пришли к выводу, что уже есть три пласта совершенно новых профессий, напрямую связанных с этим самым искусственным интеллектом. Первая специальность – это так называемый тренер. Это люди, которые учат алгоритм минимизировать количество ошибок при распознавании человеческой коммуникации, вербальной и невербальной. Кто, кроме человека, может объяснить искусственному интеллекту, что даже если человек говорит «да», это не обязательно означает «да», особенно женщины. В этой категории есть особая роль – специалист по эмпатии, который учит чат-боты и голосовых помощников реагировать на вопросы людей с пониманием, состраданием или юмором. Это может быть востребовано, например, в колл-центрах, куда клиенты звонят решить проблемы, связанные с потерей багажа, покупкой некачественного продукта или неисправностью в работе бытовой техники. Второй блок работ – это умеющие объяснить – explainers. На мой взгляд, это самая перспективная категория профессий. В ней эксперты, которые умеют интерпретировать результаты, которые выдает алгоритм, способны найти в них ошибку и объяснить нетехническим специалистам принцип работы конкретного решения на базе искусственного интеллекта. И еще одна важная категория новых профессий связана со специалистами по поддержке работы – sustainers. Эти люди будут делать все возможное, чтобы система на базе искусственного интеллекта работала без поломок и негативных последствий. Здесь же те люди, в чьи функции будет входить контроль и оценка работы искусственного интеллекта в рамках этического и правового поля государства и общества в целом. Но самое хорошее новое заключается в том, что если мы направим наши усилия по разработке решений в области искусственного интеллекта на социально значимые и полезные темы, диагностику заболеваний, быстрой сбор и обработку поступающих данных для оперативного реагирования на катастрофы и катаклизмы, создание новых медикаментов и способов защиты окружающей среды и оставим, как говорится, кесарю кесарева, то есть нам, людям, творческие задачи, то мы сможем эффективно использовать и новейшие технологии, и чувствовать себя людьми. Пока же, увы, при каждой новости о том, что искусственный интеллект нарисовал картину Рембрандта, искусственный интеллект написал «Песню Нирвана», искусственный интеллект заменил в Microsoft редакторов текста. Вспоминаются слова известного нейропсихолога Татьяны Черниговской, которая в таких случаях всегда спрашивает, ну хорошо, мы всю работу отдадим искусственному интеллекту, а что будут делать все эти 7 миллиардов человек на Земле? Играть на лютни и писать сонеты? С вами была Светлана Вронская, автор телеграм-канала об аналитике данных Analytics Now. Если вы хотите знать о новых технологиях в мире аналитике, подписывайтесь на мой канал и слушайте подкасты Тедвайзер.